Игорь Михайлович, главный вопрос это итоги сельскохозяйственного года. На что обратите внимание, какие планы поставите перед Министерством сельскохозяйственного? Прежде всего актуализировать необходимо государственную гражданскую политику на территории региона. Мы видим, что меры по поддержке у нас увеличиваются ежегодно, но есть над чем работать. Необходимо повысить эффективность и концентрацию поддержки на ключевых отраслях. Это растеневодство, животноводство. Год прошел очень непросто. Мы знаем, что, к сожалению, на территории региона были ветеринарные риски. И у нас часть предприятий, к сожалению, была вынуждена уничтожить поголовье, потому что африканская чума, к сожалению, унесла негативные корректировки в показатели. При этом важной задачей является увеличение объема посевных площадей, как по зимам, так и по яровым культурам в текущем году. А зимы и культуры были отсеяны на площади больше, чем в предыдущем периоде, чем за прошлый год. И сегодня, наверное, еще очень важно сконцентрироваться на непосредственной работе с самими сельхозтоваропроизводителями, потому что вот эта ковидная история, она увеличила расстояние, к сожалению, между производителем и чиновниками. И вот это расстояние, оно не совсем благополучно сработало в этом году. Поэтому будем наверстывать, наверстывать до Нового года, готовиться к весенним полевым работам. И я уверен, что сделаем необходимые выводы и усилим именно работу с конкретными сельхозтоваропроизводителями. Такая же задача будет стоять перед главным муниципальных образований. Именно главы работают на территории, знают лучшую обстановку, знают предприниматели, которые приходят. Ну и, соответственно, с нашей стороны, меры господдержки будут увеличены и в материальном выражении, и в административном. Мы сохранили ставку на патенты для наших самозанятых, о чем, собственно, шла речь. Это новая форма работы, которая пришла к нам буквально год назад. Мы видим, что есть хороший эффект. Самозанятые сегодня, те, кто покупают патенты, плюсуют в объеме оказания услуг. Мы видим количество людей, которые пользуются этой системой. Это возможность легализовать свою трудовую деятельность. В каком-то смысле это назывались раньше фрилансеры, а сейчас это самозанятые. Ну, в зависимости от того, кто как старается назвать этот вид деятельности. Но мы считаем, что это очень позитивный фактор для региональной экономики. Не будем увеличивать стоимость для дальнобойщиков, для тех людей, кто ошляет перевозки автомобильным транспортом, междугородным, международным. Поэтому положительная динамика. Считаем, что пусть наши дальнобойщики конкурируют с другими перевозчиками из других субъектов Российской Федерации. И при необходимости, я считаю, что можем оказать содействие, поддержку предпринимателям. Потому что сегодня, особенно в постковидный период, очень важно, когда люди зарабатывают в реальном секторе, в рыночном секторе экономики доходность, формируют свои производственные планы. Поэтому приняли решение сделать прогноз по стоимости патентов на три года. Мы об этом объявим в середине 2022 года. И надеемся, что сохраним стабильность по стоимости услуг, потому что это все-таки затраты наших предпринимателей. И наша задача – помогать, чтобы предприниматели развивались. Игорь Михайлович, дополнительные средства получат отрасли здравоохранения. На что они пойдут? Прежде всего, это на увеличение объема вакцинации, на материальное поощрение, мотивацию работников здравоохранения, которые работают в очень непростых условиях, на улучшение работы скорой помощи, на увеличение зарплаты врачам скорой помощи. И сегодня ключевая задача – это оказание для медицины, на оказание плановой медицинской помощи людям, которые в этом нуждаются. Ну и, конечно, были приняты необходимые решения для приобретения дорогих лекарств для граждан, которые пользуются льготами, и для тех граждан, которые у нас являются больными с редкими заболеваниями. Это очень дорогие лекарства, потому что Федерация начинает работу с Нового года. И вот в этот период мы тоже со своей стороны приняли все необходимые решения, чтобы приобрести эти дорогие лекарства для людей, которые в этом нуждаются. Считаем, что сегодня средств достаточно для продолжения активной борьбы с коронавирусной инфекцией. Теперь обстоит дело за увеличением объема вакцинации. Мы видим, как сегодня люди вакцинированные, которые все-таки заражаются коронавирусом, легко проходят этот процесс, так же, как ОРЗ, так же, как какой-то легкий грипп. И, к сожалению, те люди, которые не успели вакцинироваться до заболевания, это, как правило, тяжелое течение болезни с разными вариантами осложнений. Поэтому, пользуясь случаем, тоже призываю всех провакцинироваться. Провакцинироваться нашим отечественным препаратом, спутником ВИИ. Мы уже и все в правительстве ревакцинировались даже по несколько раз. Поэтому надо беречь свое здоровье и дальше работать во благо нашей родной Турской области.